Всем привет дорогие друзья! С вами как обычно Вуди и сегодня у нас будет обзор без каких-либо косметических штучек, без всякого монтажа, потому что времени к сожалению на все это нету, поэтому запишем в старых добрых традициях. В общем-то четвертый раунд РРВЦ, появляемся мы в таком просаке, в котором по сути нельзя прыгнуть, можно прыгнуть быстро нажав Ctrl, при этом даже задеть, активировать, точнее старт. У меня пока вот получилось, хе-хе-хе-хе. Вот. Ну и в общем-то лежит у нас тут манящий рокер, давайте на него таким церковным упадем и посмотрим, что тут есть. Я прямо проходить не буду, я просто поясню за то, что тут есть, какие-то роуты, ну все роуты в демках увидим. В общем-то берем ракету, здесь нас уважаемый маппер ведет прямо, давайте не будем противиться его воле. Здесь у нас какая-то дырочка есть непонятная, пока что вообще непонятно, что к чему, да? Эти дырочки у нас не падаются, а вот эти падаются. Так, заходить не надо. Поднимаемся значит сюда и здесь у нас лежит плазма. Триггер плазмы расположен вот так вот, то есть, во-первых, тут мета лежит, которая отберет у нас рокет и даст нам плазму. То есть, когда мы здесь пролетаем, нам дают только плазму. И, в общем-то, мы можем взять, допустим, здесь видим у нас рампочка, да? Мы можем подлетать с ракета и сразу вот сюда так бум, забирать плазму. В общем-то, беремую плазму, в любом случае. Плазма у нас, как всегда, бесконечное количество. И здесь мы уже падаем вниз и видим, что там есть определенного рода падики. Я, наверное, телепорт нас отправляет наверх, чтобы мы могли как бы ресетнуть эту тему. И вот я не забрался. Если у нас для этих дел телепорт, но вот, видите, он не всегда... Меня, по крайней мере, точно не спасет, давайте еще раз попробую, конечно. Так, ладно, допустим, мы забрались. Здесь у нас чекпоинт. Забираемся, забираемся, быстро-быстро летим с плазмой. И здесь вылетаем сразу вот на эту платформу. Здесь дальше у нас сразу быстро продолжается плазмоклим. Прыгаем об рампу и залетаем вот сюда наверх. Здесь у нас левелшот от этой карты. И такие вот падики. Не знаю уж, насколько рандомно они были проставлены, либо просчитаны, но падики весьма были неудобные. Я уверен, что очень много ранов на этих падиках было заруинено. И еще такой момент. Возможно, многие задавались вопросом, зачем вообще вот эта вот вся часть? То есть тут, вот здесь зачем-то можно прыгнуть. Здесь можно вообще трипл джамп сделать. Здесь еще и чекпоинт стоит. Очень интересно. Здесь еще какие-то штуки-дрюки, да? Все это очень непонятно. И сделано это, в общем-то, для того, чтобы если вы вдруг упали сюда, сверху, то могли бы обратно забраться на финиш. Ну, я так предполагаю. Либо это была часть какой-то старой версии карты. Ее просто решили не убирать, а адаптировать под новую. Также здесь есть такой островок. Я его для себя называл Титаником. Который зоюзало несколько человек. По идее, это было бы немного быстрее. В принципе, у Декса очень хорошо реализовано. Ну, по идее, тут просто минус вся траектория. Но если не иметь достаточно высокую скорость здесь, а не иметь достаточно высокую скорость здесь очень легко, потому что здесь, по сути, не откуда отстреливаться будет. Ну, мы это увидим все. То, собственно, ну, я лично проходил по паникам. Все прыг-скок-прыг-скокал. В общем-то, такая вот карта. Там у нас финиш. И на финише лежит, насколько я помню, здесь у нас, кстати, казалось бы, да, такая стена, об которую можно плазмить. И здесь у нас фулклип, то есть он не пропускает у нас плазм. И здесь у нас финиш. И лежит шафт. Зачем-то, я не знаю, зачем. Кстати, я продаю шафт за 300 рублей или за 400. Приходите на торговую площадку рефлексы и покупайте мой шафт, потому что хочется купить новых игр, а денег нет. Ну, в общем-то, такая карта. Здесь мы, естественно, вылетаем, смотрим на всю карту и умираем. Как не печально это звучит. Прямо карта. Давайте, я думаю, посмотрим собственно, дэнки. Вот так вот, бум, без всяких картиночек у нас. Очень легко и просто мы переходим к дэнкам. Окей. В этот раз я сделаю потише, как все просят. В этот раз был у нас только Дональд. И все его как-то кинули. Должен был Лола Грейд подойти, но он подошел там, по-моему, уже к концу результатов. Поэтому произошло так, как произошло. В общем, здесь тоже у нас человек, четвертый мировой маршал. Не с первого раза это все прошел. Мог бы вывровать с первого, по идее. Хотя бы какую-то часть попробовать выполнять с первого. Я уж не говорю про всю карту, да? Вот мы, значит, вылетаем. Упс. Вот мы вылетаем и залетаем сюда. И здесь, собственно, прыгаем. Использовал рампу, чтобы лучше себя проконтролить в воздухе, как я понимаю. Потому что, когда мы летим высоко, мы можем немножко планировать, куда мы упадем. Это была у нас 22-я демка, 22-е место. 21-я. Краксел. Тоже замечательный молодой человек. Задом. Очень-очень быстрый старт у него. Очень быстро забирает плазму. И здесь с первого раза уже забирается. Слышно ли плазму, мне интересно. Немножко совсем, да? Ладно, ну и не смотри, же без звука, ребята. Комментаторов потише, комментаторов погромче. Ну и очень быстренько здесь пропрыгал. И первый, кто начал плазмить по этой стене. Возможно, 4-й мировой маршал просто зассал, так сказать. Потерять всю скорость там. Поэтому так не делал. Может и нет. 20-е место. Demo Lite. Давай Дональд. Time Ready in your. Спасибо. Да, ракеты чуть медленнее, чем у Краксела. Вообще вся эта часть, это первое чекпоинт, медленнее, чем у Краксела. У Краксела очень быстро все получилось. Но Demo Lite. Он вот здесь вот оказался быстрее, лучше, сильнее. В джунгли, как говорится, зовут. В джунгли ждать не будут, поэтому... И здесь будет ли плазмить по стене? Нет, даже не стал плазмить по стене. Еще я чуть-чуть не напоролся там на прыжок. Лишний, абсолютно никому не нужный. Но вышел из ситуации. Все у него хорошо. Well done. Это все. 19-е место. Каум. Каурубельс. Так, вот первый человек, кто забирал с другой стороны у нас плазму. Подъем тоже не самый быстрый, к сожалению. Но вот здесь залетел, кстати говоря, немножко получше. Но скорости, опять же, очень мало на этом повороте с плазмой. И тоже плазмил по стене. 2000 набрал. Не самый хороший угол, но там не очень легко этот хороший угол сразу поставить. Очень быстренько ягуар начинает. Забирая прямо краешком головы, темечком, плазму. И начинает плазмить наверх. Плазмит. Тоже вроде как неплохо. Сразу залетает наверх. Очень много скорости здесь по отношению к предыдущему оппоненту. Целых 800 упсов там у него было. И здесь, в общем-то, дело техники. Чуть не перелетел было. Чуть побыстрее бы шел, заруинил бы рек. А так 2000. Очень даже ничего. 17 место. Казиал. Тоже очень техничный игрок. Очень быстро разобрал плазму. Ударился головой о потолок, чтобы быстрее начинать падать. Это тоже, в принципе, свою роль сыграло. Очень быстрый подъем. К сожалению, не джампнул на платформе. Я думаю, джамп на этой платформе дал бы достаточно хороший плюс в плане отстрела углом плазмы. И немножко с углом тоже промахнулся. Когда плазмил по стене, клингул. 2000 всего набрал. Тем не менее, 29 секунд. Уже сап 30. Дженки Гоат Смагла. Канадский у нас брат. Тоже задом очень технично все делает. Очень технично играет. Забрал аккуратненько плазму. Но укразиала пока что, на мой взгляд, самый быстрый этот момент получился. Очень хорошо вылетел. Еще и на рампу, на краешек попал. 1300 по итогу у него. С вылета. И сейчас, если еще проплазмид. Да, ну вот потерял. Потерял скорость на самом деле. И не самым лучшим образом у него получилось. Стрелиться. Адвариум. Очень быстро пока что у него все происходит. Прямо очень быстро. Вообще не плазмил. Просто прослайдил. Тоже очень хорошее решение. Чтобы наверняка не потерять скорость, можно ее хотя бы сохранить. Ну и, собственно, так и сделал Адвариум. Здесь прострейфил. И немножко, конечно, получилось его поднабрать скорость из плазмы. Но непонятно, чем обусловлен такой острый угол. Я понимаю, еще, возможно, в дефраге как-то это может быть. А тут такая плазма, что тут, по-моему, с любым углом можно плазмить в плане вертикального. И получать ту же скорость. Алекс. Тоже очень быстро забирает плазму. Тоже попал на даблджамп. Отличный. Попал на рампу. 1200 по итогу имеет. И сейчас может разогнать еще по стене себя хорошо. Но угол, опять же, поставил не тот. И получает всего 1700 упсов. 13 место. Юрец. Здесь вот даже по времени, в принципе, тикающему справа внизу было видно, что предыдущие игроки, кто ударял себя потолок и максимально быстро пытался это все делать, то есть, ну, максимально сильно, они в секунд шесть, они уже падали, уже на рампу там прыгали. А Юрец, несмотря на то, что их перебил за счет как-то более техничного исполнения, у него было, он в шесть только там, типа, с плазмой падать начинал. То есть, ударяться потолок намного медленнее, вообще намного быстрее. Ост весел. Вот он ударяется потолок, видите, он в шесть уже летит, типа, а тот в шесть только еще очень быстро, пока, очень-очень-очень быстро поднялся с плазмы, повезло там, видимо, на даблджампах. Ну и здесь дальше делаем техники, просто дострейфить и еще и заплазмить себе. Да, неплохо получилось себя заплазмить, 1900 скорость все он поимел. 11 место у нас. Почти топ-10 замыкает пранкстер. Почти топ-10. Ладно, топ-11, это тоже очень почетно. Я тут подумал, почему бы пранкстера не звали Димоном. Если он итальянец, у них какие-то там именно димитриоз. Может он по аналогиям к нашим славянам, может он как раз Димон? Интересно. 2 500. 2 500 поимел с плазм. Очень быстро прошел. Ну и пранкстер сам по себе очень техничный игрок. Всегда приятно смотреть его демики. Космо. Открывает топ-10. Ооо, даже вот так вот. Но это было медленнее. Старт, конечно, к сожалению. Но попытка делать все максимально быстро, конечно, засчитана очень-очень хорошо. Он, по-моему, единственный вообще, кто себя плазмой еще не столкал. И здесь из-за большой скорости пришлось ему обогнуть немножко столбики, но тем не менее 26,4 и 2000 скорости. Девятое место, Квазар. Очень быстрый старт падает тоже. Уже в 6 секунд летит. Подъем не самый быстрый, потому что последний прыжок не засчитывается, потому что тестеры не дотестили. Да, Дональд? Или, может быть, Ишна стоял. Или Эш, как правильно у нас. Но последняя рампа в определенных условиях она не прыгается на том моменте. Очень классно. Базар прошел. Думбро, восьмой. Думбро, восьмой. Думбро, это же офигеть. Вот в этом моменте иногда, если прыгать вначале по первым двум, третий не джампается. Очень много здесь скорости. Тысяча упсов попадает на краешек рампы. Тысяча триста. Ну и здесь просто маневрирует и дело за малым. Набирая 2 400 на плазме в конце и занимает, собственно, заслуженное восьмое место. Седьмое. Вриф. Очень техничные ироки, ты видно сразу, что. Вриф же играл в Defrag какое-то время. Я думаю, что ему это в рефлексе зачитывается как плюсик, потому что, как мы уже, возможно, где-то говорили, Defrag самый комплексный из всех рейс-модов. Очень-очень быстро пролетел. Вообще, практически очень идеально для своего роутера. Поэтому, если вы вдруг играете в Defrag, но очень долго и приходите в рефлекс, что показывает и Dex, и Торнер, да, и все-все-все. Вы становитесь просто... Ну, стоит только привыкнуть к физике и вы становитесь весьма себе отличным игроком. Торнер. Торнер, как всегда, порадовал. Другой уже роут. Он... Тут в чем суть? Давайте я объясню. А... Рокет, если кто внимательно слушал, подбирает триггер мета, который дает плазму. Следовательно, если мы не берем плазму, Рокет у нас отобрать просто нечему. Исходя из этих мыслей, можно подумать, зачем набрать рокет, точнее, зачем набрать плазму, если у нас есть Рокет, с которым мы можем попробовать подняться. Подняться можно многими путями. Показывать, я их не буду, дабы сохранить таинство физики рефлексы. Но, вот этот один из самый, один из, точнее, не то, что показывать, не буду, их все покажут, по сути, здесь. У Майта очень классный род, который я прямо запомнил. Ну, в общем-то, вот. То есть, вот первая демка у нас без подбора плазмы от нашего Торнера. Вот он проходил через Титаник. И 23 секунды делает. Бум. Вот он тут в замедлении показывал. Пятое место. Кьют Бонс. Братишка Чаркина, насколько я понимаю. Либо это что-то где-то напутали, либо я что-то не так понял. Та же самая страта, да. Ну, и просто дальше, как говорится, дело техники. Тоже проходил через Титаник. Они, возможно, там оба-два как-то что-то мутили. Сговаривались. Почему бы и нет. Четвертое место. Да. Четвертое место. Да. Вы только посмотрите на этого молодого человека. Я был очень удивлен. и тоже та же самая страта. Почти топ-3 да. Хорошая попытка. очень классно. Так, и сейчас у нас экстра от шарка будет. Перед топ-3 не да. Как делают сучки. Как прям вот когда смотришь типа давай топ-3 давай типа самая интрига всегда в топ-3 кто займет кто какое место займет кто поднажал кто не поднажал кто что-то пропустил и так далее очень очень сильно начинаешь нервничать и тут они начинают тебе показывать 34 экстра демки от мапперов типа вот конечно топ-3 очень интересно но давайте посмотрим вначале на это типа ну это ну прикольный момент то что они отделяют топ-3 так надо запомнить эту тему спичу спичу рефлексеров все их фишки надеюсь меня не отпиздят топ-3 майт на это самый оригинальный роут я про него тоже думал но он естественно ну типа не то чтобы я про него думал я его рассматривал но он показался мне очень медленным то есть он использовал полностью структуру вот этого подъема чтобы забраться наверх и там донат еще покажет более подробно и тоже через титаник 21 вот он показывает вот здесь момент как он поднялся там сверху клип и он сделал даблджамп и с даблджампом начал подниматься дальше наверх добрался до этой штуки сразу же делает рж делает кривой рж чтобы высоко не подлететь и делает рж с даблджампом чтобы подлететь еще выше вот здесь вот рж с даблджампом очень быстро прошел и тоже через титаник да это блин подсебяшка вот это на рампе она вообще злоебучая я не знаю как уважаемый субтитры парень будет это переводить наебал я дельфина рот с этой подсебяшкой потому что подсебяшки обрампы учитывая кривые хитбоксы и кривое расположение оружия в рефлексе просто ходище ходище провис текс тоже очень классный роут сразу залетел и тоже использовал титаник и 19 2 я когда эту демку увидел я понял что с титаником может быть быстрее он еще роки про это он не и как-то но я сделал упор больше на скорость собственно я возможно не не прогадал потому что у декса вот хорошо получилось с титаником хотя можно быстрее и возможно с титаником 18 5 вполне себе а то и быстрее уж он здесь очень много потерял здесь всего на 200 рокит дал то есть мог 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 на 300 дать ну и здесь просто фидиширу спасибо ну и первое до себяшка босса я за 18 9 то есть несмотря на быстроту исполнения рул текса все-таки можно сделать побыстрее ну на то он как бы на тонный рефлекс хотелось сказать на тонны рейс мод чтобы все были разные дорожки такие вот результаты ребят подробнее можете ознакомиться в дискорде рефлекса обязательно заходите к ним в дискорд как я уже говорил очень веселые классные ребята к тому же кто заинтересован в принципе поиграть допустим по фану я вот немного так скажу что кое-что в рефлексе будет такое интегрирующие с он покажет следующую карту давайте посмотрим он немножко совсем покажет и в общем то кто заинтересован поиграть рефлекс фан конечно надо будет потратить денег но если кто может себе это позволит пожалуйста покупайте тренируйтесь и после рвц через пару недель песенцов может аж пораньше ну после рвц в любом случае кое-что будет он будет показывать там поиграет здесь в общем-то у нас вот это вот вяпон клип я вам просто так но в обзоре конечно еще расскажу но сейчас тоже так накину информации немного здесь на старт перед этим у нас вяпон клип который не позволяет нам кинуть рокет наперед здесь у нас очень много 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 развилок разных самых разных и очень много рамп всяких разных стен еще и упал решил что не пойдет или пойдет это не пойдет ну вот он стреляет его не постреливаться ты в общем то все ребят вот такая вот пятая карта но на пятая карта в среднем там на 35 36 секунд я думаю 34-37 самые такие средние таймы будут ну и на этом все в общем-то всем спасибо всем удачи кто желает по-прежнему можете поддержать попробовать меня разовым донатом либо подписаться на патроне будут будет очень приятно в общем-то и спасибо зуперзучи вроде как отвалился от патронажа потому что не проплатил разок сети хабиба прежде ему поддерживают так что спасибо ему большое ну и в общем то все ребят всем удачи увидимся в следующих обзорах всем пока и и и и Продолжение следует...